Если Украина хочет мира, зачем ей военные советники? Этот вопрос звучал в Лондоне от тех, кто удивлен поддержкой странами НАТО военных инициатив в Киеве. Упоминают британских инструкторов, тренировки в США, поставки оружия из Канады. Репортаж Дмитрия Сошина. Если люди говорят, что им надоели репортажи о том, что Россия якобы угрожает западной демократии, а НАТО, словно герой голливудского боевика, спасет от нее весь мир. Активисты британской антивоенной коалиции считают, что наращивание сил Альянса возле западных границ России во многом и спровоцировало конфликт на востоке Украины. Мы требуем от правительства Британии выполнения в полном объеме минских соглашений. Мы также требуем отменить решение о направлении наших военных на Украину. В этом смысле мы даже опередили американцев. Они отложили отправку своих инструкторов, чтобы не нарушать хрупкого перемирия. Тем временем британские офицеры уже приступили к работе в Николаеве, на западе Украины. Пока их всего 75, но никто не уверен, что этим и ограничится. В британском правительстве говорят, что эти люди не будут принимать участие в боевых действиях, хотя они обучают украинских военных основам оперативного управления и тактической разведки. Кроме того, они будут налаживать работу медицинской службы. В этой связи у некоторых британских политиков возникает законный вопрос. Если Украина хочет мира, то зачем ей нужны военные советники? О том, как чужая война быстро и незаметно становится своей, предупреждают не только активисты антивоенных организаций. Мы обладаем хорошими разведданными, учим людей воевать и постепенно скатываемся к боевым действиям. А потом кто-то скажет, может им направить вооружение? Я не уверен, что это правильный подход. О возможных последствиях этого решения и о растущих амбициях НАТО коллеги адмирала Уэста говорили и в Британской палате лордов, в компании политологов и дипломатов. Те сразу напомнили депутатам, что западные лидеры не раз обещали сначала Михаилу Горбачеву, а затем Борису Ельцину не расширять НАТО на восток. При этом, утверждает историк Арчи Браун, командование Альянса и руководство Евросоюза при всем своем влиянии на киевские власти даже не пытались предотвратить гражданскую войну на востоке Украины. Когда заходит разговор о федерализации Украины, федеральное американское правительство в ужасе машет руками. Это должно быть унитарное государство, но если взять наш британский опыт, то мы сохранились как государство благодаря тому, что делегировали широкие полномочия регионам. На заседании комиссии по делам Единой Европы Палаты лордов не раз звучали слова «Киев может сорвать достигнутые в Минске договоренности», так как президент Украины не в состоянии контролировать силовые структуры. А бывший посол Британии в Советском Союзе и России призвал Дэвида Кэмерона наладить полноценный диалог с Москвой. Мы просто не слушаем того, что хотят сказать русские. Нам это не нравится, мы это не воспринимаем всерьез. Но это большая ошибка, ведь это важная часть свидетельств и данных. Глава русского отдела нашего МИДа меняется каждый месяц, и никто из занимавших этот пост не говорил по-русски. Это просто немыслимо. Лорды признали, что в отношении России страны Запада практикуют двойные стандарты. Согласились с тем, что языком санкции с Москвой говорить бессмысленно. Это было бы полезно услышать британским дипломатам, но в отличие от представителей нашего посольства, они на этой встрече так и не появились. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Полина Амелько. Первый канал. Лондон.